Здравствуйте! Вот в 20 веке, пожалуй, одно из... одни из самых двух... два открытия в естественных науках, которые наибольшими продолжениями обзавелись в технике, это, наверное, открытие атомной энергии и лазеров. Лазеров, оптических квантовых генераторов. О них сегодня разговор. Вот. Ну, без них куда нам деваться? Они вошли в нашу жизнь везде. Вот жалко, нет, рядом у меня тут компьютерной мышки, она такая, она лазерная, там лазер стоит. Пульт управления телевизором, может, у вас сейчас в руках есть, вы сейчас нажмете, пац, и меня не будет выключить, да? Это там тоже лазер. Он инфракрасный, луча его не видно, но лазер. Лазерное излучение передает сигнал в волоконных световодах, вот это вот сигнал... Может быть, нас где-нибудь по волоконному световоду сейчас передают, да, вот, промодулированный сигнал цифровой. Это мы, лазерное излучение. Медицина. О, медицина обожает лазерное. От самых простого, лазерная акупунктура, до самого серьезного, лазерная хирургия, да? Вот в хирургии, лазерная хирургия, она очень удобна для того, чтобы производить малоинвазивные операции. Знаете, что такое? Ну, то есть, что малоповреждающие, да, чтобы не делать большого разреза, не разрезать все якорем, да, чтобы там смотреть. А вот туда запустил его только вот по волоконному световоду и лазером выжигает чего-нибудь, да? Вот конкретная схема. Значит, удаляется опухоль в желудке. Значит, через пищевод в желудок введен волоконный световод, мощный такой, по которому передается сигнал инфракрасного лазера. Сейчас это компактное изделие, ими можно сталь резать, ну и вырезать опухоли. Изо рта идет пучок дыма, потому что это горит там все, да? Это стоит дымосос и удаляет дым. Хорошая мысль. Сделать бы лазер ультрафиолетовым, да? Вот ультрафиолетовый лазер, вот им выжигать одно удовольствие. Частота ультрафиолетового излучения такая, что она будет не выжигать, а разрушать биологические молекулы, на частички их разваливать, да, понимаете, без ожога. Это очень сильно. Но самая большая мечта и технологов, и, понимаете ли, медиков, это гамма-лазер, да? Вот взял пучком лазера, гамма-лазера жесткого излучения, да, проникающего, убил опухоль раковую внутри организма, вообще не вскрывая ничего. Просто сфокусировал туда это гамма-излучение и уничтожил. Вот здорово, да? Но в технологии, соответственно, тоже все это редактирование микросхем, там, что хотите. Там, изменение свойств кристаллов с помощью лазеров одно удовольствие. Но задача очень сложная. Так вот, насколько же было велико удивление моё, когда я прочитал, что оказывается, наряду с космическими мазерами, знаете, что такое космический мазер, это, в принципе, то же самое, что лазер, только работает в диапазоне радиоволк, микровейв, да, микро. Лазер — это лайт, да, а это микро. Переходы между состоянием молекул, скажем, аммиака, они находятся в радиодиапазоне. И поэтому, значит, первые вот у нас квантовые генераторы появились, так сказать, мазеры аммиачные. В космосе тоже есть облака аммиака, они тоже излучают вот это вот мазерное излучение на определённой частоте. Так вот, оказывается, есть мнение, что существуют также космические лазеры гамма-диапазоны. Излучают они в диапазоне где-то примерно 0,51 мэва. Это такая вот энергия гамма-квантов. Пары электроны-позитроны крутятся где-то в космосе. Очень разреженная среда. И вот где-то оказывается, у этого разреженной среды такой вот, можно было бы назвать, наверное, плазма, но не плазма, она электронейтральная, электрон-позитронная. Возникают атомы позитронии, электрон-позитронной пары крутятся. Они, конечно, быстро распадаются. Но вот если два таких атома объединяются в пару, то получается явление, похожее на сверхпроводимость. Они живут долго. И вот такая среда, заполненная вот этими атомами позитронии, и вдруг влетает гамма-квант. И происходит эффект аналогичный лазерному. Огромная вспышка, направленная лазерного излучения в диапазоне полмэва. Такая гамма-вспышка. Это, возможно, одно из объяснений, наблюдаемых в космосе, гамма-вспышек. Спасибо вам за внимание. Всех вам благ, удачи, до свидания.